В инстационарных уравнений у нас под физики два всего типа. Есть параболические, есть гиперболические уравнения второго порядка. Мы начнем с параболических. Если кто-то помнит с прошлого семестра, то главный пример это было уравнение теплопроводности. Его нам и надо научиться решать. И мы, как всегда, начинаем с того, что докажем единственность. Вот у нас есть такое уравнение. У Т равняется УХХ в одномерном случае, а в многомерном тут Лапассиан стоит, понятное дело. У нас раньше для уравнения Лапласа была область Д. А сейчас я ее нарисую вот так вот, по-другому, область Д, которая во множество РН. Потому что у нас появилось еще время. Вот сюда идет время. Давайте возьмем здесь Т равное нулю, здесь Т равное Т большое и попробуем нарисовать примерно такую же область Д штрих, которая через время Т большое станет из этой области. Точно такая же область. И соединим каждую точку с каждой точкой. Получился такой цилиндр, который мы обозначим Омега, который есть Д умножить на отрезок от нуля до Т большое. Вот в этой области нам теперь надо решать уравнение. Ну, потом Т большое можно к бесконечности устремить. Вот давайте для того, чтобы доказать единственность, ограничимся для простоты одномерным случаем. Н равно единице. В этом случае давайте перерисуем картинку. Вот у нас есть отрезок АБ, на который мы ставим начальные условия. А это время есть. Вот здесь вот Т большое. Вот у нас есть такой прямоугольник. Давайте здесь напишем А штрих, Б штрих. Точки. Верхние точки прямоугольника. И вот это и есть область Омега. Внутренность этого прямоугольника. Вот это вот отрезок от нуля до Т, а это отрезок АБ, это область Д наша. А это верхняя крышка, это Д штрих. Ну, вот такой прямоугольник. Если бы у нас, например, окружность была двумерная для начальных условий, а потом Т, у нас получился такой стакан. Понятно. Ну, вот такой, это такой плоский стакан получился. Давайте границу, вот эту границу разобьем на две части. Одна часть, это Б, Б штрих, вот это верхняя крышка, гамма равняется Б, Б штрих. Извините, А штрих, Б штрих. А штрих, Б штрих. Вот верхняя. А другая, а все остальное, это другая часть границы. Пи, это будет АБ плюс А, А штрих плюс Б, Б штрих. Вот я ее заштриховал. Это обозначил заглавной буквой Пи греческой, которая на букву П русская похожа. Обозначили буквой Пи потому, что она похожа на букву Пи, только перевернутую. Вот сама область, вот граница области. И полная граница гамма и Пи. Это и есть полная граница области Омега. Значит, вот если двумерная была бы, это был бы стакан, так вот Пи это сам стакан стеклянный, а гамма это крышка этого стакана. Я потратил довольно много сил, для того, чтобы ввести обозначение, для того, чтобы потом кратко сформулировать теорему. Принцип максимума для уравнений теплопроводности. Ну, давайте, это будет 1. Функция удовлетворяющая 1 может достигать максимума только на границе Пи. То есть, только на стакане, на верхней крышке и внутри области никак не может достигать. В отличие от того принципа максимума, который мы с вами для уравнений Лапласа писали, тут чуть-чуть по-другому он сформулируется. Не на всей границе, а только вот либо на боковой поверхности, либо на начальной гиперповерхности. Больше нигде. Ну, давайте приступим к доказательству. Сначала введем обозначение. m равняется максимум по омега или гамма от xt. И это равняется u от x0 до 0. Пусть обозначим за m самый большой максимум в области либо на верхней крышке. Ну и где-то же максимум достигается эту точку. Обозначим x0 до 0. А m маленькое обозначим максимум по границе Пи, по части границы, по стакану, по боковой поверхности либо по нижней, по дну стакана. Вот, xt. А теперь, предположим, противное. m большое больше, чем m маленькое. Пусть вот, видите, все, мы не правы, m большое оказалось больше, чем m маленькое. Теперь давайте построим, как и там, вспомогательную функцию. в этом, от xt равняется у от xt плюс x минус x0 в квадрате на 2 b минуса в квадрате m минус m. точно такая же вспомогательная функция, как в прошлый раз была для уровня лопласа. Ну, там был многомерный, правда, случай, тут одномерный по пространственным переменным. И будем ее оценивать. на границе π v не превосходит у на π плюс. Вот теперь давайте оценим вот это вот все вместе. Самое большое, что может быть x минус x0, это когда x0 близко к одному концу, а x близко к другому концу. Тогда x минус x0 это b минус а. И b минус а в квадрате сократится. На это и рассчитывали. плюс m минус m пополам. А это что такое? Это у нас на границе π вот мы обозначили, это m маленькая у нас. m маленькая плюс m минус m пополам, это m плюс m пополам. что все равно меньше, чем m большое. Таким образом, у нас на границе π вспомогательная функция тоже меньше, чем максимум в области. значит, это самое максимум достигается тоже где-то в области у этой функции вспомогательной. пусть это точка x1 t1 ну то есть вот здесь какой-нибудь там x0 t0 на рисунке можно добавить, а здесь будет x1 t1 ну не обязательно та же самая, ну какая-то другая может быть, ну какая-то точка внутри области. вот эту нарисовал я нарисовал точку для иллюстрации наглядно. Где-то там в области точка есть где этот максимум достигается. Давайте в эту точку перейдем. vt минус vxx вот давайте эту функцию v вспомогательную продифференцировать подставим прямо в оператор. Равняется ut минус uxx это мы вот u подставим теперь вот это подставляем по t эту штуку дифференцировать не надо. Мы так и выбирали, что она от t не зависит. Нам же легче, да? А по x когда два раза продифференцируем будет просто единица ну двойка точнее, да? Вторая производная будет равна двум. Ну и минус будет впереди, потому что минус vxx минус будет m минус m делить на b минус a в квадрате. Вот это вот это ноль в силу уравнения 1. Мы вот так выбирали, что она удовлетворяет уравнение теплопроводности, да? Значит, а то, что осталось по нашему предположению это меньше нуля. с другой стороны у нас есть два случая. Случай a. если у нас вот эта точка x1, t1 лежит в области омега и в случае b если точка x1, t1 лежит на гамма на верхней крышке. Здесь надо писать омега или гамма, потому что такое тоже возможно вот сюда впишите гамму. известно, что не на пиле же значит где-то там ну где либо на омега. Вот давайте эти случаи последовательно рассмотрим. Первый случай лежит в омега. Тогда в этой точке vt равняется нулю, vx равняется нулю с точкой максимума функции v. Все, все, что все первые производные в этой точке обращаются в ноль. теперь vx x вторая производная px если это максимум то она отрицательная должна быть. Меньше или равна нулю давайте. Тогда вот этот вот оператор vt минус vx x вот первая слагаемость здесь ноль а vx x меньше или равно нулю. Значит это все вместе больше или равно нулю. а мы только что доказали что она меньше нуля. Получилось противоречие. Второй случай. Пусть на верхней крышке оказалась эта точка экстремума. В этой точке vx равно нулю раз это экстремум. А вот vt больше нуля. Ну потому что что значит экстремум на верхней крышке. Ну функция росла росла еще до своего максимума не дошла может его и не будет а тут граница прошла да вот там положительная производная vt больше нуля. Вот а vxx тоже меньше нуля. Ну давайте подставим в этот оператор vt минус vxx vt больше теперь нуля а vxx меньше или равно нуля. есть эта штука больше нуля я бы здесь написал тем более там vt было равно но еще хуже кстати еще больше хотя нам не важно какой величины противоречия все равно противоречия ну все у нас в любом случае противоречия поэтому полученные противоречия доказывают требуемое утверждение итак у нас вот в такой формулировке справедлив принцип максимума при уравнении теплопроводности давайте теперь напишем принцип минимума функция удовлетворяющая уравнение 1 может достигать минимума только на границе пи только на стакане как доказать это утверждение если функция удовлетворяет уравнение 1 то функция минусу тоже удовлетворяет уравнение 1 давайте к функции минусу применим принцип максимума что требовалось доказать функции минусу применили значит минусу достигает максимума на границе пи значит функция достигает минимума на границе пи все минимум доказано и теперь все давайте рассмотрим пи рассмотрим то же самое предположим противное пусть нету никакой единственности пусть это поэтому и начали здесь нет единственности так не о чем разговаривать пусть 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 1 дпдт равняется д2у1 под икс дважды плюс f от xt и у1 при т равном 0 равняется h от икс вот мы решили такую неоднородную задачу решение у него у1 а еще второе решение есть ду2 по дт равняется д2у2 под икс дважды плюс f от xt у2 при т равном 0 равняется h от x вот пусть у нас два решения из этой задачи каши возьмем функцию у равняется у1 минус у2 и применим к ней принцип максимума эта функция самая большая на границе π ну на боковушках там предположим она равна нулю ладно давайте на нижней чему она равна на нижней границе вот это h от x это h x то есть u удовлетворяет такому уравнению ut равняется uxx в равнению 1 u при t равном 0 равняется 0 однородное уравнение с однородными начальными условиями значит на границе на нижней крышке эта функция равна 0 значит максимум ее 0 по принципу максимума ну и минимум ее 0 по принципу минимума значит она отождественная 0 ну а дальше мы будем совсем строго доказывать надо мы на отрезке доказали дальше надо b стремить к плюс бесконечности а к минус бесконечности если еще предположить что функция убывает хорошо на бесконечности а кто мы для бесконечного отрезка вот так делается при уравнении теплопроводности то есть убывает тогда от этого всего стакана остается только нижняя поверхность то есть дно только остается а на дне если 0 так везде 0 вот так доказывается единственность и так мы доказали что есть о чем говорить вообще эти функции грину можно строить а то бы можно было и не начинать и на этом месте уже лекцию закончить если бы у нас сейчас единственность не получилась переходим ко второму пункту функция грина второго рода мы уже отчасти этот вопрос рассмотрели в самом конце прошлой лекции но я напомню о чем речь давайте просто напишем в чем состоит задача 1 в чем состоит задача 2 для уравнения теплопроводности задача 1 у нас такая у т давайте одной буквой буду писать равняется у х давайте напишу так вот в общем случае плюс ф от х у у в нуле равняется 0 вот это задача 1 полуоднородная задача которую мы должны свести помните с первой лекции по функциям грина а есть вторая полуоднородная задача у т равняется дельта у а у при т равном 0 равняется h от х это вторая я просто одной буквой вы знаете чтобы не писать это у 1 и у 2 задача для какой-то там функции если решение найти то сумма этих решений будет решением совсем неоднородной задачи задача 1 решается с помощью функции грина первого рота которая удовлетворяет такому уравнению gt равняется дельта g плюс дельта от x минус x штрих дельта от t минус t штрих ну давайте это будет 2 g при t равном 0 равняется 0 если мы такую функцию грин нашли первого рода то задачу 1 мы тогда легко решаем o от x t равняется интеграл в полбласти омега g от x t x штрих t штрих f от x штрих t штрих d x штрих d t штрих и это будет решение задачи 1 а вот у нас эти задачи и номера самые между собой конфликтует да ну давайте я вот я здесь задачи 1 и 2 в квадратных скобках напишу и буду ссылаться на них чтобы с формами не решение задачи 1 теперь функция грин второго рода для того чтобы решить задачу 2 ее интегрировать на топ по поверхности да по объему ну давайте напишем что у нас u от x t равняется интеграл по d по начальни гиперпровер gs от x x штрих и t h от x штрих d x штрих это решение задачи 2 ну и нам осталось написать или вывести выражение функции грин второго рода через функцию грин первого рода мы как раз это и успели вывести эту формулу оказалось что формула совершенно простая надо в обычную функцию грин первого рода подставить т штрих равное нулю и все это высокая наука называется сужение функции на область какую-то гц вот такая простая формула это мы в прошлый раз и вывели Ну, можно было бы, конечно, специальное уравнение решать Однородное вот такое на функцию грин Но в начальном условии дельта функции от х минус х Как-то еще другие способы Ну, понятно Если мы знаем, что решение в силу линейности Можно записать таким образом То дальше мы уже сами даже можем не помнить никаких формул Функцию грина всегда найдем Ну, в данном случае, видите, совсем простая формула Для функции грина И все, переходим к третьему пункту Называется формула Пассона То есть получим эту функцию грина первого рода Решим уравнение 2 Как нам решить уравнение 2? Ну, узнаем как В-первых, мы в уравнении 2 зачеркнем т штрих и х штрих Зачем нам лишние буквы с вами? Что значит зачеркнем? Давайте я еще раз объясню Это значит, что у нас коэффициенты уравнения не зависят ни от х, ни от т Значит, есть целая группа трансляций по т и группа н мерная Трансляции по х Все трансляции разрешены Решение может зависеть только от разности времен и от разности координат Поэтому мы можем т штрих и х штрих защитить А потом в самый последний момент в ответе Уже подставить опять вместо т Т минус т штрих А вместо х Х минус х штрих То есть х Минус х штрих Заменяем на х А в конце заменим на х минус х штрих Т минус т штрих Заменяем на т А потом в конце заменим на т минус т штрих Вот эти цепочки замен с этими всеми словами Я кратко обозначу зачеркиванием х штрих Ну давайте теперь опять воспользуемся тем, что коэффициенты ни от чего не зависят И сделаем преобразование фурье В котором Д по ДТ Переходит в минус Е омега А Д по ДХ Переходит в ВК И у нас из уравнения 2 получится вот что Минус Е омега Ж к омега Равняется минус к в квадрате Ж к омега Плюс единица Это Если проинтегрировать с экспонента эту дельта функцию Получится Экспонента в точке 0 И отсюда Мы сразу находим Ж к омега Единица разделить на К в квадрате Минус Е омега Давайте Нарисуем плоскость Омега плоскость Которую мы потом будем интегрировать Точнее я даже хочу нарисовать сразу два экземпляра Потом скажу зачем нам пригодится второй экземпляр Давайте Сначала посмотрим какой контур интегрирования Ну у нас интегрировать надо будет от минус до плюс бесконечности Вот я нарисовал контур интегрирования По действительной оси от минус до плюс бесконечности мы движемся Теперь надо изобразить полюса Если они есть Ну и есть Вот смотрите Омега равняется минус И в К в квадрате Давайте я тут так вот Минус И в К в квадрате Здесь минус И в К в квадрате Ну и теперь можем Написать это обратное преобразование То есть начнем с преобразования По частоте от обратного Ж в К в К от Т Равняется Интеграл от минус бесконечности до бесконечности Е в степени минус И в Омега Т На К в квадрате минус И в Омега Д в Омега делить на 2П Вот Обратное преобразование Мы сделали Вот этот интеграл надо посчитать Вот я для него нарисовал плоскость И даже два раза нарисовал Чтобы потом не рисовать второй раз Ясно что Этот интеграл от минус до плюс бесконечности Если бы контур замкнуть То это просто был бы вычет Вопрос Где можно этот контур замкнуть Для этого Надо посмотреть Т это может быть произвольным Поэтому смотря какой знак УТ Вот для чего я нарисовал Два экземпляра Я на одном нарисую Как замыкать при Т больше нуля А на другом при Т меньше Вы можете нарисовать и раз И разными цветами Например Т больше нуля Или вместо цветов Пунктирными Сплошной линией У меня это Мел один Поэтому я не могу Когда Т больше нуля А то интеграл надо замыкать снизу Потому что Т больше нуля А когда Т меньше нуля Интеграл надо замыкать сверху Потому что Т меньше нуля Начнем с Т меньше нуля Тут проще всего А вообще никаких полюсов нету Внутри контура И интеграл равен нулю Поэтому при Т меньше нуля Даже писать нечего Ноль и ноль А при Т больше нуля Надо что-то написать Вычет вот в этом полюсе Ну давайте напишем Будет минус 2П На вычет Потому что мы При Т больше нуля В обратном направлении В отрицательном Положительное направление Напомню Когда полюс у нас слева Всегда по левую руку находится Здесь надо Продифференцировать по омеге Потому что полюс простой В омеге нету Просто продифференцировали По ним минус и осталось Единица на 2П Из самого интеграла Е в степени Минус К в квадрате Т Но это только в одном случае А в другом случае ноль Чтобы сразу записать оба случая И не писать фигурную скобочку У нас доски мало осталось Мы пишем Здесь Тэта функцию От Т А эта Тэта функция Обозначает Что при Т больше нуля Вот этот интеграл А при Т меньше нуля Ноль Ну смотрите как нам повезло И 2П сократилось И И сократилось Все сократилось Итак Оставим в памяти вот что Правила замыкания контура Следуют из арифметики Из вот ФКП какого Там посмотрели Там где Лемма-Жордана Где эта экспонента убывает На каком контуре Там и замыкаем Никаких дополнительных соображений Здесь не надо Просто если помните Как это делать Вы всегда сделаете А теперь что осталось Только сделать обратное Преализование по К Это Ж От ХТ Равняется интеграл Е в степени ИКХ Минус К в квадрате Т Тэта Т А Д К Делить на 2Пи В НТ степени У нас Мерное пространство Ну мы считаем Что да Это все пространство Ясно что Там Дальше можно говорить Что если там не все То это только Фундаментальное решение Функции Грина Мы получим Там С помощью изображений Каких-нибудь Ну Если получится Если Область не слишком сложная И достаточно симметричная Если бы Мы этот интеграл По ДК1 Считали То нам надо было бы Просто вот этот Показатель экспоненты Привести к полному квадрату И тогда бы мы этот интеграл Вычислили Давайте напишем Вот отдельно Минус К1 В квадрате Т Плюс ИК1 На Х1 Равняется Приведем к полному квадрату Ту часть Которая с К1 связана Больше К1 Нигде не входит Будет Будет минус Т На К1 В квадрате Минус ИК1 Х1 Делить на Т И надо написать Минус Х1 В квадрате На 4Т В квадрате Все полный квадрат Получился тогда Ну и чтобы не нарушить баланса А написать Минус Х1 В квадрате На 4Т Т здесь уже получилось Без квадрата Потому что там еще Т за скобкой Одно было Вот это полный квадрат От него интеграл Равняется Корень из спина Т Корень из спина Альфа Альфа Здесь равно Т Но заметим Что так же будет ИСК2 ИСК3 И так далее ИСКН То есть каждый из этих Вот этот такой интеграл Многократный Н-кратный Распадается на произведение Обычных Однократных Гауссовых интегралов Поэтому Я решил Зачем одномерный Я могу вам Н-мерный С той же степени Сложности Или с той же степени Простоты сделать Вот я вам Написал Общий случай Поэтому Равняется Это вот Некие промежуточные Обычления Т Т Т Е в степени Минус Х в квадрате На 4Т Смотрите Х1 в квадрате Будет Х2 в квадрате Все сложатся И будет просто Полный Х в квадрате Дальше Корень Из Пи на Т В степени Ну и все А еще 2Пи в степени Вот он ответ Давайте мы Напишем Ответ Для функции Грина Полный Еще должны Держать в голове Что мы там Т штрих Зачеркнули Пишем Ответ На 4Т На 4Т Минус Т штрих А здесь Т же Т минус Т штрих Да Ну Вот такая Получилась Функция Грина Какое У нее Свойство Видно Что Когда У нее Высота Т минус Т штрих Вот в степени Пополам Знаменатель Когда Т стремится К Т штрих Ну Огромная Высота А когда Т не стремится К Т штрих Соответственно Просто Ну Некоторые Ширины Гаусс И все Вот И когда Т и Т штрих Как бы Расходится Т минус Становится Больше Но она все Шире и шире Это вот Сигма квадрат Т минус Т штрих Да Ну Или 2 Т минус Т штрих Дисперсия Такой Такой Гаусс Расплывающий Стартует с дельтафункции У нас так и должно быть Да И расплывается Себе Мы такое решение Получали В прошлом семестре Когда изучали Автомодельное решение Для уравнения Теплопроводности Вот оно такое было Из дельтафункции В гаусс Расплывалось Вот оно такое получилось И тут же Сразу Мы можем написать ЖС С помощью Второго пункта Мы знаем Что Всего лишь Там сужение Надо сделать Высоким языком А если Простым языком Положить Т штрих Равный нулю Кстати В ЖС Можно Тетфункцию Не писать Потому что Ну и так Задача Каши Мы и так Словами сказали Она ставится При Т больше нуля Вы попробовали бы Для уравнения Теплопроводности При Т меньше нуля Решить В прошлом году В прошлом году В прошлом семестре обсуждали Е в степени Начального условия Плюс Сигма квадрате Равная 2Т С какой скоростью Это все расплывается Мы можем Переходить К гиперболическим операторам Главным примером У нас конечно Будет уравнение Волновое Собственно Единственным примером У нас есть Такой оператор Деламбера Который есть Д2 по ДТ Дважды Минус Лаплосиана И уравнение Деламбериану Равняется Нулю Это будет Уравнение Три Нам надо Начать с единственности Доказать Что у этого Уравнения Три Там В каком-нибудь Простейшем Одномерном Случай Единственное Решение Первое Единственность Давайте мы Уравнение Три Одномерное Напишем Давайте напишем Что это Н равна Единственная Прямо Явно Напишем Будет УТТ Минус УХХ Равняется Нулю И умножим Это на УТ УТ На УТТ Это будет Производная ДПДТ От УТ В квадрате Пополам Ну Будут вопросы Объясню По-моему Не надо Это объяснять Таким образом У нас Получается ДПДТ От УТ В квадрате Пополам Вот тут Бы очень Хотелось Нам ввести Такое Понятие Как энергия Но вы знаете Что такое Энергия Там В сплошной Среде УТ В квадрате Пополам Плотность Энергии Плюс УХ В квадрате Пополам Градиент В квадрате Еще должен Уходить Давайте Напишем Плюс УХ В квадрате Пополам Ну это мы Правда Тут Нафантазировали УХ Квадрате Пополам Никакого Там Нет Но Очень Хочется Получить Энергию Поэтому Мы Прибавили А давайте Теперь Вычтем Это же Самое Значит Это будет УХ УХ Т Вот Это И Вычли И Вот Это У нас Еще Есть Плюс Минус Значит УТ А УХ Равна Ну Вот Что У нас Получилось Уравнение 3 Ом Еще Некоторых Манипуляций Давайте Посмотрим На эти Последние Два Слагаема Которые С минусом Вот Это Вот Полная Производная От чего То Там От чего Это УХ На УТ От этого Производная Под Икс З Под Икс У Икс Поэтому Мы Получили Такое Уравнение Д По ДТ От УХ Квадрате Плюс УТ Квадрате Пополам Минус Д По ДХ От УХ Т Равняется Вот Давайте Пусть Это Будет 4 Ну И Вот На этом Месте Становимся И Перерыв Устроим ДИНАМИЧЕС 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 Обратили меня внимание Здесь опечатка была Практически Здесь У меня ДИНАМИЧЕС ДИНАМИЧЕС Она ДИНАМИЧЕС У нас же ДИНАМИЧЕС Раз мы на что-то умножили То квадратичная форма должна быть ДИНАМИЧЕС 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 И Давайте через точку А проведем характеристику с положительным накладом, а через точку В характеристику с нырцем. Возьмем премиск это большое и эти точки обозначим ассоциативно. Включилась трапецию. Вот эту трапецию и будем считать областью аминга. Вместо прямого произведения, как было ранее по проводности, начальник навык этого и отрезка 0СД. Вот не будет прямого произведения, здесь у нас надо как-то учитывать характеристики. Вот этой характеристики ДХ равняется минус ДТ, а на этой ДХ равняется минус ДТ. А их характеристики уголнового уровня есть положительным с тресерным накладом. Два семейства характеристики. Вот давайте выберем так и вот такую трапецию. Этой будем считать областью аминга. Сейчас я покажу, чтобы эти интегралы оценить, нам его очень удобно именно в такой трапеции. Давайте в этой трапеции, теперь по области аминга проинтегрируем. Здесь шутки, вот нашего варианта 4, 7-4, и 4 так и вот здесь. Думаю, the graph always came in there. Дерпо-дерпо. У х квадрата. Дерпо-дерпо. Дерпо-дерпо-дерпо. Дерпо-дерпо-дерпо. У х квадрата. Вот такой интеграл. Раз он был равен на такой раз, интеграл тоже равен на самовыражение всегда работал. С другой стороны, давайте посмотрим на этот интеграл внимательно. Он очень напоминает то, что написано в теореме Стокса. Вот эти, кто-то говорит о компоненте ротора. Ну, может, не в том пространстве, к которому мы привыкли. Там был икс, 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 икс. Ну, по крайней мере, это то самое, что надо. Поэтому он переогразуется к интегралу по контуру. Равняется. Интегралы по контуру. По икс. Если квадратик, если квадратик, если квадратик пополам. Икс. Плюс. Икс. 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 Где гамма. Это граница. Вся граница. Вся граница. Вся трапезия. Мы преобразовали, так называются интеграл второго рода. Вот так вот и пишется без скоп. Вот такой интеграл засчитали по контуру гамма. Но можно также представить, что в отличие от прошлого уравнения, у нас стакан был вот здесь вот замкнутый контур. Вот этот интеграл по данному контуру равен нулю. Ну, давайте его считать. Он сводится в интеграл по четырем сторонах трапеции. Ну, как считать. Ну, давайте интеграл от А до В. В Икс в квадрате плюс Т в квадрате. В половину. В Икс. Обозначим за Е. И назовем энергией. Ну, во-первых, это с точки зрения физики скоростного цвета, это есть энергия. Во-вторых, это положительно определенная величина. Э больше. А интеграл А-трик до В-трик? Нет, здесь не справляется. Давайте обозначим за Е-штрик, это тоже больше или равно нулю. И будем считать, что то была энергия при Т равняется нулю, а это энергия при Т равняется Т большое. Давайте вот этот контурный интеграл ве-штрик. Значит, вот начинаем интегрировать. А Т до В. Интеграл Т до В – это институт аргумент. Почему? Да потому, что в нем ДТ равно нулю. Это контурный интеграл, ДТ в этом месте равно нулю. Мы только по Х движемся. По ДТ мы не движемся. Интеграл В до В-трик. Значит, следующий интеграл А-В-штрик до А-штрик. Что-то такое. Это минус Е-штрик. Потому, что когда мы по верхнему основанию трапеции движемся, у нас тоже до Т равном. И последний, который надо добавить, вот так. А-штрик. Да. 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 Вот это управляется. Вот эти интегралы от В до В-штрик и А-штрик. Да. Давайте отдельно. Правая Б до В-штрик. Вот. Правая боковушка. Капец. Очень мудро. Полку Х квадратик. Плюс ДТ квадратик. А вот. А здесь на единицах. Здесь Х равно минус ДТ. И интеграл будет от В-ля до Т больше. И равняется. И вот я тут. Я сам себе место не оставлю. Здесь минус стоит. Минус наносится. И интеграл от В-ля до Т по ДТ. Что здесь стоит? Здесь стоит У-х квадратик плюс У-х квадратик. Минус 2 У-х квадратик. Некоторые догадались, что это полный квадратик. У-х минус У-х квадратик. Не тот интеграл от А-штрик. Да, тоже давайте. Прямо так отдельно напишем. А так всегда. Интеграл. Здесь ДХ равно ДТ. У-х квадратик плюс У-х квадратик. У-х квадратик. У-а. А плюс У-х квадратик. У-х квадратик. У-х квадратик. У-х квадратик. Ну минус здесь все равно есть. Потому что, когда мы по полку подближемся, мы по левой боковушке инфекирируем наоборот. А так штрик да. А так, у меня надо минус поставить. Игрегиад. Этот, как каждый тоже лепот обедается, это тоже полный квадрат. Равняется. Минус интеграл. У-х квадрата. У-х квадрата. У-х квадрата. У-х квадрата. Все. Все интегралы подсчитаны. Хотя, вы видите, сколько места явления не убили. Но все. Можно написать все, что следует из уравнения 5. Почему равен 0, потому что у нас уравнение к теплопроводности, вот это было равно 0, значит вот это 4 равна 0. Проинтегрировали, что равен 0. В каждой точке это 0, пусть даже более сильное было. То есть мы сладеньким вот пользуемся, у нас более сильное. У нас получается здесь, их равняется здесь. Мы получили, что е-штрих. Энергия в момент времени t равна старой энергии, которая была минус, а в один у меня минус другой, а под интегралами положительной определенной причины. То есть е-штрих меньше верно е. Вот к этому мы и стремились. Вот этот принцип энергии, в данном случае гиперболический оператор заменяет собой все наши принципы максимума, которые были гиперболических и рептических операторов. Здесь вот вместо этого энергия. Итак, смотрите, если энергия в начале момент была равна 0, то дальше стоп. А дальше она может стать только меньше или равно себе, но больше стать не может. Значит, она только милю и весит. Да, е-штрих, равно милю и весит. Посмотрим, где задачи. Для У1, для У2. Хоть два решения у этой задачи, не однородные. Мы ставим разность. Разность. У него на разность на У выравнение с У1, не на С2. Здесь такое, уже написано будет. На разность. Будет однородная задача. Однородное выравнение. Для людей начальные условия. И мы хотим узнать, есть ли какое-то решение. Окажется, что решение равно тождественному нулю, потому что если энергия была равна 2 в начале, она остается равной 0. Но разница в том, что там у нас во всей области это было, во всей области энергии, а тут мы в области энергии специальным образом выбрали ограничения на характеристики. Это утверждение мы можем продлить. Вот. Вот. Возьмите другую, это большое. И так далее, и так далее. Но не далее, чем до точки пересечения. Ну, характеристик. Это называется область зависимости. Вот эти начальные условия в этом треугольнике влияют. Мы тут полсеместра прошлого учили и закрепляли. Пройдем область зависимость. Вот у нас треугольник получился. Все остальное не влияет. Чтобы там где-то вышли на эти решения, то, соответственно, в начальном слове, мы ставим дальше. Знаете, это не просто параллитичная причина. Поэтому, вот мы с помощью принципа энергии можем доказать единственность решения. Вот мы ее и доказали. Таким же точкам. Вот после этого не будет писать. Возьмем разность. Все так. Итак. Единственное, что у нас есть. Теперь давайте к функции грида первой и второму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Вот этот У при Т равном 0 это как раз наше H от X, а вот это наше P от X как раз. H от X интегрируется с производной по времени, а P от X самой же интегрируется при Т равном 0 взяли. Ну и осталось только еще T от X3 поменять места, а не X4. Понимаете, мы получили, как всегда, в формуле Грина в точке R' T', а тут интеграфа X. А надо набрать в точке XT, а интеграфа будет R' T'. Меняя X на X3, получаем G от X от X от X3 от X3 от X3 от X3 от X1. То есть надо взять функцию Грина обычную, по T' продифференцировать с минусом, потом взять T' равном 0, ну как мы с этим генераторами делаем. Сначала пролиферизировать, а потом подставить. Ну как мы с вами делаем задачи не иметь. Gs2. И это посмотрим. Тоже здесь сравниваем опять форму, что интегрируется с P. Вот у нас P от G, просто с плюсом обычная G. И так, если функцию Грина знают, то мы функцию Грина второго уровня всегда вспоминаем. Просто там у нас во классе была отдельная задача Телефрии, а отдельная задача Неймана. И там функция Грина второго уровня. Ну а формула там по-другому. Здесь обе формулы прошли. Поэтому обе надо привлечь. Переходим к третьему пункту. В том-то надо искать пункцию Грина. Это пункт. Поехали. Поехали. Играет музыка. Значит, вот это уравнение, эту функцию двери наберем, если человек делает цифрики, то есть их. Ну, давайте приограммно открываем, пусть это будет R, связь с вектором. Общий случай вы захотите, всегда сделайте. Если будет минус омега в квадрате плюс х в квадрате. Играет музыка. Ну, я снова о чем говорю вам, что ДПДТ вместо омега переходим. ДПДИЦ плюс х в квадрате переходим. Отставили камеры, шейклеры сюда в уравнение. И получили сразу в камере это представление. Ну, так же, как в уравнении полупроводности. Сначала по времени назад вернемся. Найдем же камеры. Вот у нас огонь на плоскость. Вот у нас контур-интурирование. Осталось полисы найти. Смотрите, полисы принимают. Они находятся прямо на контур-интурировании. Вот один полиск, а другой полиск. Прямо как вот это ваше сосно, а так вот прямо всегда расположено. И что теперь делать? А если справа разойдется, то есть через эту сосну не пройти, надо ее обойти или справа, или слева. И нам надо придумать об этом в принципе. Ну, мы правильно обойдем эти расстройки. Вот эти правила обхода количества. Мы помним из уравнений полупроводности, что у нас еще и было правило замыкания контура. Оно находилось в арифметике. Вот здесь мы смотрим и тоже знаем, что претел больше нуля, снизу надо замыкать, претел меньше нуля сверху. У меня вторую картинку не буду рисовать, вы рисуете. Если заходить и рисуете, вторую картинку или вторых светов. мы знаем, что если у нас в волновом уравнении оптика или радиоэлектроника, неважно, правая часть какая-то есть, какие там торки, заряды в радиоэлектронике. Когда должна быть реакция на это единичное возмущение? Филипидический смысл в функции Г, ну, это открытное единичное возмущение или две функции. До того, как мы возмутили уравнение, или после. Вот так, какие-то токи, заряды пролетели, после или то. После. Включенность, если это будет. Формально говоря, мы можем в этом уравнении мешать и прикинуть. Оно второго порядка. По времени. Т на минус Т. Волновой уровень выдерживает счетовое преобразование. Но это только по... Одинаковые. Включоп. Что это, чтобы будет стоить, эти две функции Грина? Там, где всегда, в задачах, которые мы отвечаем, что в акустике, что в электродинамике, что в других группах. Везде и всегда, нас интересует функция Грина запаздывающее, а не опережающее. Поэтому, нам надо, чтобы пред anni, что ли, она была разнованным. И мы нужны, наверное, вот такую правила надо идти. Смотрите. Я так нарисовал условно, что можно полукругленности сделать, а можно контур чуть-чуть отвернуть вверх, это то же самое. Можно полюсать чуть-чуть, чуть-чуть отвернуть вниз. Главное, в маленьком другом, начать положение полюсов. В разных книжках, которые объясняют по-разному, но главное, что независимо от того, как вы это делаете, вы должны помочь. С математической точки зрения есть четыре функции Грина, все они иначе. Четыре функции возникают потому, что вы эти два полюса можете тремя способами. Можно оба сверху, можно оба снизу. Это будет запасно, вообще пережающее. А есть еще такая, две другие. Это сверху, это снизу, это снизу, это сверху. Эти функции Грина тоже где-то могут приводиться в таких задачах, но в точке не будет, не в классической точке. Итак, вот такое правило обхода полюсов дает нам, функция Грина с таким вот правилом обхода называется «опаздывающая». Весь раздел в честь этой функции. Давайте выберем такое правило, и тогда мы сможем поставить эту функцию, и сразу написать ответ в общем случае. Субтитры добавляем. При довольствии я просто на… А вот ты продолжаем правильство, равняется. Равняется. плюс В в степени ИКТ здесь минус на ПИ познавь к минимуме и ПИ вот это функция это я поставил сумму вычета в этих двух кулесах при так большинстве если вы видите, что я взял в этих двух кулесах ну что еще тут можно сделать можно конечно два ПИСа кратить смогу ну одну вторую можно вынести за толку если вы хотите выучиться можно две экспоненты в СИМОТЕК это же ЭТО нет, эти экспоненты пригодятся их потом интегрировать легче, чем СИМОТЕК все, это уже ЖКТ нам надо еще и СК представление то есть осталось сделать неправильное преобразование ОК Ж отверстие равнется Индеграл А В степени ИКТ разделить на ВАК Е МС ИКТ Д Д. А, вот здесь. Вот здесь. И на ткань, на терманы векторы поставить, скорее, на произведение. Мы очень можем выбирать систему координат. Этот интеграл удобно считать сферическим координатом, когда в кассе творится задник. Единственное, от чего все заметили, это вектор РФ. Воле этого вектор РФ пустим задник, наиболее простой программ. Тогда вектор РФ пустим, наверх на космус тельта, как раз РФ, наверх на космус тельта. А от ФИН ничего не зависит, интеграл под любви, просто сразу вычислить. РФ пустим. 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 Я тут лобины взял, это я взял и играл под фиги, по секундательному углу. По д косинус тет я тоже проинтегрировал, не надо даже расписывать, вот он просто, ну вот получилось какое-то такое пропускное выражение. В этом выражение надо в любом плане, у нас k в квадрате, вот их точности сократилось. Я взял эти примеры, трёхмерные пространства, только в трёхмерном пространстве я работал, если вы хотите. В трёхмерном не как, в кубе не как, в трёхмерном не как, ну всё, уже у вас не сохранится. Чуть позже станет ясно, почему я назвал этот пример, что у нас ничего не просто. Пока просто вот отметим этот вопрос. Теперь давайте посмотрим, вот с этим пределом мы отравляем в бесконечных. Что у нас здесь лёгкие пространства? Нам очень пользуются в бесконечных пределах. Давайте воспользуемся тем, что у нас есть такой же интеграл от минуса, в нём если заменить кальштрих равно в минус к, то будет интеграл как раз от минус бесконечных на нуля, то есть точнее от нуля до минус бесконечных пределах, но за знаком минус. Когда мы их сложим, лучше соотделить интеграл от минуса от плюс бесконечных. Можно вместо двух компонентов оставить одну, а интегралом оставить бесконечных пределах. Кроме яйца. Что можно взять? Считайте. Вот, остальные. Очень интересно. Видишь, этот сигнал. Прибатый подборочек. У нас полноте. У нас играют в бесконечности. с конечностями здесь еще вниз и длинная кида это тоже уносится Е в степени микро Р Е в степени микро Т Е в степени минус Стоять эти интегралы в бесконечных пределах Вот каждый из этих интегралов это просто два пина третья пациент Вы какой интеграл знаете выказывали, вычисляли Дальше мы еще ну и зачеркнем конечно всяко но есть еще одна одна вещь которую надо обязательно сделать из этих двух дельта функций только одна работает поскольку r это у нас в конце концовка в ответе будет мы помним модуль r минус r штрих а t это будет модуль а просто t минус r штрих то есть t минус r штрих положительная то есть вот эта функция когда она отрицательна то мы вообще у нас там интеграл равен нулю r минус r штрих это модуль r минус r штрих тоже положительная поэтому вот эта дельта функция никогда не работает ее можно просто зачеркнуть в наших задачах если бы мы решали задачу о том как в прошлое распространяется то есть как она раньше распространялась ну конечно это было бы главное каких-то других задач которых никогда не бывает хотя формально они такие же точно как эти задачи получится t от t дельта от r минус t разделить на 4π на r вот она функция Грина теперь надо вспомнить что мы там забыли что мы t штрихи и r штрих зачеркнули g от r t r штрих t штрих равняется тета от t минус t штрих на 4π модуль r минус r штрих дельта функция от модуль r минус r штрих минус t минус t штрих вот такая получилась функция Грина смотрите дельта функция заботится о том чтобы у нас вот если взять вокруг точки r штрих сферу радиусом c на t минус t штрих прошло сколько-то времени там t минус t штрих вот такое время ну и вот возьми вот сфера r минус r штрих вот это равняется c на t минус t штрих у нас c равна единице ночью вот понятная сфера вот в ответ входит только то что на этой сфере на поверхности этой сферы не входит то что внутри шара никого не волнует а только то что на поверхности сферы это называется в физике принципов гюгенса фринеля фоку каждая точка волнов фронта может рассматриваться как отдельный источник вам это рассказывали на какой-нибудь науки наверняка вот так вот этот принцип Гюггенса Фринеля справедлив только в трехмерном случае, где все сокращается. Как только у нас будет какая-то другая размерность, то у нас не сократится, из-за этого не получится уже дельта-функции, и нам придется интегрировать по всему шару, а не только по сфере. Например, в прошлом семестре мы с вами очень подробно в деталях выводили формулу Деламбера. Это такое же волновое уравнение, только одномерное, телеграфное уравнение. Там у нас было решение Ф от Х плюс СТ плюс Ф от Х минус СТ пополам. Плюс интеграл от Х минус СТ до Х плюс СТ. Интеграл входил весь. То есть, если бы у нас был не трехмерный мир, а какой-нибудь другой, мы бы не могли сфокусировать зрение, а видели бы интеграл вдоль луча зрения. И ничего было бы не разобрать. И не слышали бы тоже. Поэтому я и сказал, что у нас лучше из миров. А сегодня все.